С вами, как всегда, ваша любимая кулинарная передача Хрым Татар Емик Лерен. С вами Алима Блаев, а готовим мы сегодня замечательный, сытный, лучший на свече суп мерчимек шорбасы из красной чечевицы, подчеркиваю. А мы начнем с того, что я расскажу вам о том, как подготавливать чечевицу. Ее нужно промыть, замачивать предварительно не нужно ее, ну, например, красную не нужно, а зеленую лучше бы замочить. Так вот, красную чечевицу я промыл несколько раз, почти как рис, пока вода перестанет быть мутной и перестанет пениться. Вот такая чечевица, мы ее пока откладываем и начнем мы с подготовки наших остальных ингредиентов. Начнем с лука, нарежем его пока. Так, и сразу возьму посудку для готового нарезанного лука. Здесь ничего необычного. Лук нарезаем, как всегда, не очень мелко, не очень крупно. Так или иначе, все ингредиенты, которые мы сегодня будем подготавливать, подвергнутся серьезному такому измельчению. Мы его будем превращать практически в пюре. Поэтому, как вам удобно, так и нарезайте. Ну что, со всеми ингредиентами нашими мы закончили, и я отправляюсь в наш холодильник за сливочным маслом. Вот здесь я его спрятал, потому как мы будем сегодня готовить на сливочном масле. Готовить можно на оливковом, можно на растительном, но мы хотим посытнее, у нас команда большая, поэтому мы взяли именно сливочное масло Дослар. Так, буквально, ну вот грамм, грамм 60, наверное, масла я туда сейчас отправил в наш казан. Так, готовим сегодня на такой вот электрической конфорке, чтобы было просто удобнее, ну и чтобы спиной к нашим уважаемым зрителям не поворачиваться. Как только масло наше сливочное будет готово, отправляем в наш казан лучок. Так, ну все, я думаю, готово, и лук отправляется в казан. О, какой аромат сразу пошел, супер. Так, отлично. Лук буквально три минутки поджариваем на таком среднем огне, пока он не станет слегка золотистым, мягким. Как только лук у нас дойдет до нужной консистенции, отправляем туда муку. Мука у нас будет для придания такой нужной вязкости, нужной консистенции, ну и для лишней сытности. Если вы любите, если вы хотите, можно также использовать картофель. Мы сегодня обойдемся классическим вариантом, картофель добавлять не будем. Мы будем делать сегодня темель, как говорится, крымско-татарский вариант. Вообще, мерджимек шурбасы или берджимек шурбасы, это довольно-таки популярное блюдо не только у крымских татар, но и вообще у тюрков, у тюркских народов, и у него, у этого блюда достаточно такая серьезная длинная история. Впервые, например, упоминается мерджимек шурбасы еще в первом веке нашей эры римским, известным римским, как сказать, гурманом, кулинаром. Ничего себе, представляете, да? А, например, древнегреческий комедиант Аристофан говорил вообще, что мерджимек шурбасы это слаще любого деликатеса. Именно так он и говорил, Аристофан, мерджимек шурбасы. Шучу, ладно, все это шутки. Так, отлично, отлично, лучок у нас доходит до нужного нам состояния. Хорошо, я, пожалуй, добавлю еще немножечко сливочного масла и спрячу его обратно в холодильник. Оно нам еще понадобится, дослар. Так, так. Хорошо, еще немножко сливочного масла. Ох, какой аромат! Супер! На сливочном масле все получается как-то, не знаю, как-то повкуснее, что ли. Мне так больше нравится. Лучок наш тут подходит, доходит. Так, все отлично, лук у нас дошел до нужного нам состояния. Красивый стал, золотистый. И по чуть-чуть, по чуть-чуть добавляем муку и перемешиваем. Добавляем и сразу же перемешиваем, потому что нам не надо, чтобы мука у нас слиплась в отвратительные комочки. Надо, чтобы она более-менее равномерно распределилась по луку. Так, размешиваем. И следующий наш ингредиент, наша морковочка замечательная, тоже в казан наш отправляется вслед за мукой. Так, красота! Ой, аромата какой! Давайте вы все дружно сейчас, все, кто сейчас смотрит передачу, поставите лайк за этот замечательный аромат. Вы его, конечно, не чувствуете, но ничего страшного. Я вам серьезно говорю, этот аромат заслуживает вашего лайка, самого искреннего. Хорошо, буквально несколько минут моркови также даем поджариться. И будем отправлять, будем отправлять в казан наши томаты. Томаты дадут нам эту замечательную кислинку, этот замечательный цвет, конечно же. Как минимум, и только за это можно любить готовку. Этот процесс, эти ароматы, когда оно все начинает складываться, получаться, ну, просто какая-то красота, божественные ощущения. Все, хорошо. Томаты наши начали тоже прижариваться. И отправляем, конечно же, нашу щечевицу, наш главный герой на сегодня. Так, у меня ее довольно много, буду добавлять на глаз. Так, ладно, весь мерджимек мы внутрь отправляем. Хорошо. Хорошо. Размешиваем. Даем несколько мгновений буквально нашему мерджимеку тоже прижариться, поджариться слегка. И будем все это заливать водой. Вода чистая, родниковая, с бахчисарайских кор, к нам пришедшая. Самая лучшая на свете вода. Так, воду отправляем в казан до тех пор, пока она не начнет полностью покрывать все, что у нас в казане тут есть. Такс. И до конца заливаем. Хорошо. И оставляем все это на минут 20, до тех пор, пока наша морковка и наша щечевица не станут мягкими. И пока все это наше великолепие солнечное здесь у нас будет вариться, закипать, превращаться в наше блюдо замечательно, я поделюсь с вами легендой, пришедшей из Турции. Потому что на основе мерджимек в Турции, помимо того, что это супер популярное блюдо там, готовят еще и так называемый эзогелин шурбаса. Что это за название такое? Оно, в принципе, переводится как суп невесты. И это одна из самых популярных легенд в Турции. Она нам повествует о том, как звере Бозгиик звали невесту и выдали ее замуж за одного богатого сирийца. Она ему родила 9 детей. Но это после того, как она, это звере Бозгиик, впечатлила этого самого сирийца и, самое главное, свекровь. С замечательным блюдом, которое она приготовила на основе нашего мерджимек шурбаса. Туда она добавила булгур, рис, мяту, томаты. Наверное, все, что у них в доме было. Блюдо это получилось замечательным. И вот с тех самых пор оно носит название эзогелин шурбаса. Чурбаса, если по-турецки. И вот так вот каждая невеста в Турции накануне свадьбы готовит это самое блюдо, которое уже стало как одним из традиционных, наверное, в турецкой кухне. Ну, так или иначе, все это было на основе мерджимек шурбаса. И мы, крымские татары, с самых давних времен готовим это замечательное блюдо. Понятное дело, елубой часто добавляли чечевицу в свои блюда в качестве гарнира к мясу или в качестве полноценной каши. Но у нас сегодня шурба. Мерджимек шурбаса, посмотрите, дослар, какая красота у нас в казане. Булькает, тут кипит. Замечательно. Я думаю, еще буквально минут 10 у нас тут все это размягчится, и мы будем все это превращать в пюре. Люди 21 века, цивилизованные, могут, конечно же, воспользоваться погруженным блендером. Такая штука, такая, нажимаешь, и оно там все само превращается в кашу. Но мы, ради вас, наших зрителей, воспользуемся вот такой штукой. Кто знает, как она называется по-крымско-татарски, напишите, пожалуйста, в комментарии. Мы их читаем, поэтому напишите, пожалуйста, кто знает. Заранее чохса голнас. И будем приступать к готовке пюре. Вообще чечевица и пшеница, вообще мелкие зерна, являются неотъемлемой частью крымско-татарского орнамента. И наши девушки, когда вышивали себе на приданное, они закладывали вот эти образы, надеясь на то, что их семья в будущем ничем не будет нуждаться. То есть отражали богатство. Все, дослар. Я надеюсь, что нужной консистенции мы добились, достигли. Теперь, что мы делаем? Мы это солим, перчим и откладываем на другую конфорку. Оно будет достигать еще нужного нам состояния. А мы пока приготовим поджарку на основе того же сливочного масла, сладкой паприки и сушеной мяты. Так, соль добавили, перец добавили. Хорошо. Размешали. Сейчас руки помоем после всего этого на конфорку. Другую уберем наш хазан с готовым почти что блюдом. Так. Это пока откладываем и ставим на супер медленный огонь. Хорошо. И достаем другую нашу емкость. Сливочное масло. И здесь будем готовить поджарку для нашего блюда. Хорошо. Сливочное масло. Снова мы к тебе вернулись. Отлично. И теперь будем его добавлять тоже где-то грамм 50-60. Растапливаем масло. Подождем, пока оно растопится. Так, отлично. И пока у нас масло растапливается, мы возьмем вот такую замечательную, красивую красную паприку. Она у меня копченая. Вы можете выбрать ее острую либо сладкую. В зависимости от того, какая вам больше нравится. У нас она копченая и слегка острая. Я такую больше люблю. Вот, отлично. Масло наше начинает растапливаться. И как только на нем появятся первые пузырьки, мы отправим туда нашу паприку. Замечательную. И также у нас еще здесь сушеная мята. Ох, класс. Сушеную мяту тоже буквально щепотку. Много не нужно, потому что из-за мяты наша поджарка может стать такого черного, немножко темного оттенка. Нам это не надо. Мне так не нравится. Вот, первые пузырьки пошли. Хорошо. Самое время отправлять паприку. Так. Тоже здесь не переусердствуйте. Теперь немножко убавляем. Ох, какой аромат копченый пошел. Ох, красота. И еще убавляем. Нам не нужно, чтобы паприка сгорела. Еще немножко добавим паприки. Хорошо. И настало время для мяты сушеной. Тоже мяты едва-едва для аромата. Хорошо. Все. Ух ты, ух ты. Какая красота. Какая красота у нас тут получается. Еще немножко сбавим температуру. Паприки. Так. Ох, 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 друзья. Все. Выключаю. Выключаю. И пока у нас наша поджарка замечательная, красивая, прекрасная, не остыла, будем наливать наш шорба из хазана. Ох, как красота у нас здесь. Отправляем это все в нашу посуду. Ну все, отлично. Наша шорба готов. Поджарка наша замечательная. Ее мы сейчас тоже добавим. Аккуратненько. Так. Ну-ка. У-у-у-у. Такая с пенкой. Но она красная. Да, она красная. Хорошо получилось. Так. Щепотку сушеной мяты. Сюда тоже отправляем. И забыл. Забыл буквально чуть-чуть. Лимона дольку себе отрежем. Это тоже по желанию. Кто-то любит с лимоном. Кто-то не любит с лимоном. Я хочу добавить лимон. Буквально последний штрих из нашего холодильника тоже сюда отправляется. Последний штрих. Вот такая вот история у нас сегодня получилась в дослар. Мне нравится. Даже не хочется портить это все ложкой. Пробовать. Но мы попробуем обязательно, куда мы денемся. Потому что нам нужно понять, что у нас сегодня вообще получилось. Так. Чистая ложка у нас есть. Блюдо красивое есть. Давайте еще раз на него полюбуемся. О-о-о. Какая красота. Мне очень нравится. Что у нас сегодня получилось? Вот так вот. Ух ты. Какой густой, сытный суп. В эти холодные, осенние, уже почти зимние деньки это то, что нужно. Мерчемек шурбас. Давайте уже не могу. Ух ты. Так. Нослар. Получилось очень-очень вкусно. Я супер доволен. Так. А ну-ка с поджарки попробуем кусочек. Сплошное наслаждение. В меру остро. Не совсем пюрешно. Что-то чувствуется. Ну, как по мне, это даже что-то в этом есть. И вкус такой насыщенный, теплый. Очень сытное блюдо получается. Это почти что суп, почти что каша. Что-то посередине. Я очень-очень доволен. Дослар. С вами сегодня был, как всегда, Харун Татарьемик Лера. Меня зовут Алима Блаев. Мы сегодня приготовили вот такой вот красивый, сытный мерчемек шурбас. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Смотрите нас. Аштат Волосен. Курушкинджи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!